Один из 12 важнейших после Пасхи праздников отметили и в городе Урюпинске Волгоградской области. В День Вознесения Господня епископ Урюпинский Инванинский Елисей традиционно совершил водосвятный молебен в городском сквере на месте взорванного в советские годы Вознесенского собора. Помолиться о воссоздании главного храма станицы Урюпинской и почтить его престольный праздник собрались около полусотни урюпинцев. Перед началом молебна Владыка обратился к собравшимся с архипастерским словом, в котором напомнил, что в прошлом здесь было много храмов, а особую размеренность обыденной жизни станичников придавали молитва, служение Богу, исследование христианским традициям. Также епископ Елисей поздравил всех с Вознесением Господним. И вот ученики, после того, как Господь вознесся на небо, они с радостью пошли в Иерусалим. Почему? Потому что знают, что Он опять идет к ним и будет послан им Дух утешек, который будет с ними пребывать после дни до скончания века. Вот это Богу нас с вами всегда утешает. То есть ничто нас не должно расстраивать, когда с нами Христос. И когда мы это понимаем, что никакие препятствия, никакие даже самые страшные испытания, по словам апостола Павла, не могут нас отлучить от любви Божией. То есть мы сами всегда это не отмечаем. Еще вчера мы расставались с праздником Пасхи. Именно расставались, а не прощались. Мы знаем, что Пасху встречают каждый воскресный день. Так что вполне можно каждое воскресенье говорить «Христос воскресся!». Пасха может всегда пребывать с нами и приносить нам радость, потому что мы опытным путем знаем, что каждая встреча с нашим Господом приносит радость. У нас с вами еще довольно-таки пасхальное настроение и праздничное настроение, потому что события, которые сейчас у нас с вами происходят, мы с ними соприкасаемся очень тесно. И сопереживали с вами Пасху Христову до этого. Конечно, проходили время Великого Поста, ждали, когда Пасха начнется. Пасха пришла, быстро прошли 40 дней. Теперь мы с вами встретили радостно праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Десять дней пробегут, и мы будем с вами, чтобы встречать праздник Святой Троицы. А потом уже один из наших главных праздников для нас, конечно, с вами, мы его присовокупляем другим великим праздником. Это праздник иконы Божией Матери Урюпинской. По завершении молебна Владыка Елисея кропил каждого святой водой и преподал всем архипастерское благословение. Архипастер также светил икон Вознесения Господня. Специально написанную, недавно установленную на обратной стороне арки в честь Урюпинской иконы Божией Матери. Субтитры создавал DimaTorzok